Стефан Баторий, Днепровские казаки, сочинение историка Андрея Староженко, историческая монография, изданная в Киеве в 1904 году, удостоена в 1909 году 48-й Уваровской премии Петербургской академии наук. Одна из важнейших работ историка, признается специалистами в качестве одного из наиболее важных трудов начала XX века в отрасли истории украинско-польских отношений. История Андрея Староженко с 1880-х Г.Г. планировал посвятить себя преподаванию в Киевском университете Святого Владимира. Он получил в 1879 году степень кандидата университета и готовил магистрскую работу. Но ввиду кончины в 1881 году своего научного руководителя Александра Котлеревского, который был его основным покровителем и продвигал его на профессорское звание, Староженко не смог защитить магистрскую диссертацию и получить профессорскую кафедру. Оставление университета не вынудило Староженко завершить научную деятельность. Он в дальнейшем неоднократно публиковался на страницах журнала «Киевская старина». Основными тематиками его сочинений была древняя история Украины и украинско-польские отношения. С 1882 года по 1899 год им было опубликовано здесь около 30 статей и заметок. Отдельные материалы этих публикаций в киевской старине стали основой будущей фундаментальной монографии историка Стефан Баторий Днепровский «Казаки». Работа эта была написана на основе малоизвестных ранее документов Варшавского главного архива древних актов, а также документов Киевской археографической комиссии, в которой работал Староженко и изданная в Киеве в 1904 году. В 1909 году книга была отмечена Петербургской академией наук и Андрею Староженко за нее была присуждена 48-я Уваровская премия за вклад в историографию и доказательство несостоятельности версии казацко-старшинских и дворянских историков 17-19 в.в. О даровании польским королем шляхетских привилегий запорожским казакам. Содержание. Первая часть. Первая часть книги заглавлена по общему названию книги «Стефан Баторий. Днепровские казаки», поскольку в XVI веке подднепровские территории подвергались частым татарским набегам, оказывавшим влияние на общественное и политическое развитие края. Первая часть книги Староженко начинается анализом причин возникновения казачества. Первые шаги его становления исследователь тесно связывает с деятельностью польского короля Стефана Батория. Среди причин его избрания на польский трон в 1576 году автор называет влияние Турции, для которой Баторий являлся лицом, выгодным султану Селиму. Туроженко опровергает вывод польских историков о том, что этот воинственный король являлся одним из организаторов казацкого движения. Вместо этого он приводит противоположные доказательства того, что Баторий был одним из существенных противников его развития. Представители Киевской исторической школы были подвергнуты критике авторам за то, что, стремясь объяснить внутреннее содержание надуманной реформы, приписывали Стефану Баторию такие политические комбинации, которые в действительности никогда не приходили ему в голову, будто он воспользовался прерогативой польских королей и нанимать без ведома Сейма. Чужеземное войско он подчеркивал, что данная реформа Батория являлась результатом политической конъюнктуры. Ввиду наличия обязательств Батория перед Турцией и султаном в условиях недовольства последнего частыми походами казаков на Молдавию, он грозил Баторию собственноручно выступить против казаков, если с ними не сможет справиться Баторий. Тем самым, находясь под постоянным прессингом этой нерешенной проблемой и одновременно задумывая войну с московским государством в 1578 году, Баторий привлек низовых казаков на собственную службу в надежде, что это пополнит его вооруженные силы и заставит казаков отказаться от походов на Молдавию, а также турецкие и татарские поселения. Вторая часть. Вторая часть книги носит название «Князь Михаил Александрович Вишневецкий и стихотворный плач о нем неизвестного по имени автора 1585 года», где Староженко публикует и анализирует «Польский плач и писейдин». Наградой. 48-я Уваровская премия Петербургской академии наук. Издание. Староженко. В. Стефан Баторий. Днепровские казаки. Исследование. Памятники. Документы и заметки. Равно. Стефан Баторий. Днепровские казаки. Сыть давани. Памятники. Документы и заметки. Монография. Киев. Типография Гаила Франскевича. 1904. 327 секунд. Староженко. Стефан Баторий. Днепровские казаки. Репринтное издание. Книги 1904 года. Москва. Книга по требованию. 2011. ISBN 978-5458-02080-0.